Если у тебя есть мозги, ты будешь работать. Тихо, тихо, вообще реально круто, подожди. Если у тебя будет нормальная работа, у тебя будут бабки. Если будут бабки, будут девушки. Убирай любовь. Если будут девушки, будет секс. Все. Хотите секса, получайте секс. Хотите, я могу научить, как уломать на секс легко. Мы тебя позовем. Хотите? Самое главное. Самое главное, ребята, она, в принципе, говорит такие хорошие истинные вещи. Самое главное, если вы при этом еще и будете понимать, как это все делать, то эти все вещи будут для вас приятными бонусами и так далее. Но если вы долбоеб, а ты встречала людей, у которых есть деньги, работа, мозги и все прочее, почему-то он настолько скромный, что не может он тебе потрогать рукой. Были такие у тебя? И ты думаешь, чувак, ты что тупишь? А он тупит. Были такие чуваки? Да, сука. Вот смотри, я тебе просто от себя ответ скажу. Мы здесь как раз этим и занимаемся, только единственное, мы учим их еще и не тупить, понимаешь? У нас не о том, чтобы, знаешь, присунуть по-быстрому и так далее. То есть вообще, в принципе, о том, что мужик должен развиваться. Поняла. Но при этом я действительно видел кучу мужиков, которые вот это все имеют, да, но при этом они скромные, блядь. Вот ну скромные, понимаешь? Тут информация будет есть? Да. Нет, вот, пожалуйста, подержите. Так развести, да, быстро. Я знаю самого... Давай, 10 минут, БЛИЦ. БЛИЦ-опрос. Нет, подожди, как это... Ребята офигели, да? Куда мы селы? Вообще... Ты знакомишься. Значит, знакомство напишем. Первое. Она все же мечтала, он и как тренер, он и мечтает. Ну я девушек вообще-то хотела учить, с кем правильно знакомился. Так, значит, знакомство происходит, потом... Происходит. Идешь, а... Ой, блядь, произошло. Мы опустим конкретно. Нет, ну ты просто можешь... Это же легко. Просто посаживаешь девушки там за столик и скажешь, что... Можно вас угостить? Она не скажет нет, правильно? Она не скажет нет. Надо подходить домой, что я не пугаю девушку. Как подойти к женщине? Не привет, как у тебя дела? Сидишь в кафе и просто... Да, это просто скалопная тема. Чем я могу вас угостить? Все, сразу же. Если уже... Она не скажет. Если у нее есть, она говорит, зацомите, мне очень приятно. И то не скажет. Умнее, молодой человек. Вот, а если она свободна, она скажет, там... Я хочу, там, мохито какой-нибудь, там... Ты такой, типа, вот, на тебе, мохито. И она такая, ой, хорошо. Ни хера себе, мохито. За тобой я готова сразу воскликнуть. Дальше, да, знакомься. Так, ваше происходят общение. А, то есть мохито недостаточно. Происходит общение. Общение завязалось. Потом... Просто, просто, там, какая прекрасная погода. Ты посаживаешься уже, уже кофе оплатил. Купаешь себе трость цилиндров и поточишь, какая прекрасная погода. Так, на улице не надо, что выписать вообще не очень. Ну, в этом, в Дюране, там, в Сибии, прости, господи, в Дюране. Я не знаю, что это. Прекрасная погода в Сибии. В общем, я только помню, вот, как, если ты уже уломал ее к себе, а, вот, то есть, ты как-то говоришь, там, например, у меня дома туса, я не знаю. А, вот, так у меня близнецов, знаете, сити, я не знаю? Да. Ты знаешь? Ну, мы парили, конечно. Короче, говоришь, ты у меня дома туса, не знаю, уговорил уже ехать к себе. Она, например, думает, типа, секс-то мне это не поеду. А ты говоришь ей, успокойся, секса не будет. Вот волшебная фраза. Не будет, самое главное. Ты ей говоришь, типа... Так им не надо говорить всем, у них это... Нет, ты говоришь, успокойся, секса не будет. То есть нельзя говорить про секс до секса, да? Нет, говоришь, наоборот, она, например, ты завешу ее к себе, завешу ее к себе, она волнуется, что у тебя будет секс, ну, типа, ты ее изнасиловавшим, такой-нибудь произнесется. Ты говоришь, успокойся, секс не будет. Но это не приедет для тебя, меня она все улыбает. Послушай, она приехала к тебе. Вы смотрите фильм, допустим, да? Туса нет. А, нет, а я женщина, я говорю, а где Туса, да, кстати? Где Туса? Ну, друзья не приехали. Да, друзья не приехали. Я не слышу, заходить не буду. Посмотрим фильм. Говоришь, я посмотрю. Посмотрим фильм. Ты не понимаешь. Он вообще не дает разговаривать. Смотрим фильм. Смотрите фильм. Ты там как-то, ну, я приобнимаешь, там, ну, как бы, контролируешь, там, что, как движение, типа, там, как-то не нравится, не нравится, как-то отталкивается она. Ты же, ну, как бы чувствуешь ее вот уровень комфорта? Насколько там присел поближе, понял, типа, нормально позволяет, не позволяет. Ну, все понял, позволяет. Обнял. Ну, да, если, кстати, она напрягается в этот момент, ты же чувствуешь напряжение, да? Да, ты же чувствуешь напряжение, да? Чувствуешь напряжение, то есть, ну, в физиологии, да, нужно прийти, чувствуешь, человек напряжется или он растекся. Ну, как бы. Растекся. Ну, типа, там, вот так. Растворил. В общем, по этой физиологической, да, строчке уже можешь понять. Дальше можно или лучше. Ну, я не буду писать, короче, что вы расслабили. Вот, фильм смотрите. Дальше ты ее начинаешь, типа, там, целовать, короче. И так по чуть-чуть, по чуть, и говоришь ей, успокойся, ты ей сигнал в мозг даешь, успокойся, секса не будет. Потом, короче, типа, все хорошо, секса не будет. Ты ее уже раздеваешь. Потом ты ее уже трахаешь и говоришь, секса не будет, а она, ну, а ты уже ее трахаешь. Она, когда его и не было, блядь. Я серьезно говорю, это самый-самый частый разводник такой, на который ведутся девушки. Ты ее даешь в мозг, ты ее успокаиваешь, ты как бы всю атмосферу и создаешь по кругу, она ведется. Девушки, ну, вот когда словами вот так вот... Сколько берешь за тренинги? Мне вообще не надо сказать про это. Есть у меня вопрос. Уточняйте. Ну, это будет, да, хорошо. Вопрос-то. Вот ты. Если девушка уже едет в парню в квартиру, почему она волнуется за счет секса? Значит, он уже нравится. У девушек спрашивают этот вопрос, то есть, и девушки обычно часто так. Ну, то есть, я думала, что 90% секса не будет, а 10% что будет? Да, следующий вопрос. А в чем вопрос? Они сомневаются, когда ты успокаиваешь ее, ты бездовольничаешь, когда ты ее успокаиваешь словами. Ты когда входишь ее в зону... Единственная верная истина из этого, чего можно подчеркнуть, то, что вы уже говорили, никогда не говорите за секса, что будет секс, до обвинения, там просто пообщаемся. Да, да, да. Смотреть рыбок, не знаю, телевизор, приготовить чай, прикольник. Я тебя пофоткаю голый, типа, давай на фоне сити, там, в жопы истань, типа, это ж крут, ну, типа, таптом. То есть, нужно завернуть это в какую-то обертку у чего-то другого, да? Да, да, да. Давайте, первые вопросы. Мы, реально, неожиданно, не планировали это. Вопрос в слайду. Можно вопрос? Там, смотри, короче, деньги, тире девушки. Сколько нужно денег, по-моему? В Москве. Теперь, у вас было деньги, будете выбирать на блогах. Ну, смотри, какую твою девушку ты хочешь, сколько девушек ты хочешь? Меня? Конкретный вопрос. Давай, ты, да. Сколько там, где? Да. Берем, то есть, 5 месяцев. Год, месяц, в день. Только так, то есть, 4-5%. Не отвечайте за нее, пускай ответят. Тебе именно или у мужчины просто должны быть такие деньги? Ну, а спроси, у меня. Нет, иметь, тут тебе именно нужно заносить это прямо? Нет, смотрите, мужчина дает 30% от своей зарплаты. То есть, если ты зарабатываешь миллион, то 300 тысяч ты отбьешь девушке, если ты ее любишь, если она знает, если у нее в отношениях. Обычно так происходит. А отбьешься, например, физически, раз в месяц? Нет, ну, типа, все вот тратишь на нее, примерно, выходит 30% от зарплаты. А слушай, а если ты его встретила на этапе вот этого первого начала схемы, мозг работы, там где-то вот там он еще, он еще не дошел до миллиона, ты это как определишь, что у него будет этот миллион? Конечно, это вот есть такие молодые люди, которые, ну, которые молодые, которые стремятся, которые вот так вот же струлируют. Их вообще ничего не интересует, да, то есть они такие, типа, то есть у меня там конференция, у меня там встреча, у меня там вот это вот, у меня там вот это вот. То есть они встречаются с девушками, им вроде как, не знаю, первое, они молодые, вроде как так дают, там молодец, да, в основном, сначала, вот, когда они молодые, а потом у них работа, 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 они все вырастают, 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 им интересна работа больше, когда интересно работа, у тебя деньги сами идут через дом, то есть и ты, ну, это понятно. Я имею в виду, что он еще находится на этапе, когда у него миллиона этого нет, он все равно тебе не интересен, потом у него это будет. Нет, нет, это видно мужчине, если он, как бы, если он хочет расти в век, да, по общению все видно, да, 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 если он хочет расти на диване, грубо говоря, да, то с ним интересно общаться, и с ним уже можно, ну, типа, интересно делать отношения к девушке. Парни, всем здорово! Всем привет! Прежде чем вы продолжите смотреть это видео, у нас есть для вас охренительное объявление, послушайте. Мы приглашаем вас на тренинг практика. Я уверен, ты уже просмотрел кучу видео, и ты, как никто, понимаешь, что нужно заниматься именно практикой. Ты можешь смотреть их бесконечное количество раз, но результат придет только после того, как ты начнешь действовать. Поэтому мы тебя приглашаем, ссылка в описании, и Вова расскажет, почему эта практика, уже девятый наш поток, будет особенной. Да, ребята, он очень хорошо себя заэкремитовал этот тренинг, мы вообще фактически оставили его как флагманский. Во-первых, отличный повод начать сейчас, потому что девушки оголяются, девушки становятся еще красивее, весна, и я думаю, что ни один человек не останется равнодушным. И есть все шансы просто просрать очередное лето, да, провести его не так, как хочется. Лето – это пора отпусков, это пора поцелуев на природе, собственно, это то, зачем свидания, влюбления собрались. Да, и поэтому, ребята, ну это будет непростительно, если вы профокапите очередное лето. Это будут самые лучшие твои майские праздники. Да, для этого, собственно, мы сделали практику на майские праздники со 2 по 5 мая, для того, чтобы каждый человек с любого региона России мог приехать, чтобы ему не мешала его работа. И это вам, ребята, не шашлыки жарить на даче, потому что в целых 4 дня, плюс эта практика особенная, мы добавили туда целых полдня, это будет с утра до вечера, 4 дня практики. Мы проведем с вами бок о бок. Я, Денис и Юра Сенцов, мы втроем, еще команда саппортов, будем вместе с вами подходить к самым красивым девушкам в Москве. А Москва – это лучшее место для такого тренинга. И у вас еще есть возможность на него попасть. Ссылка под этим видео в описании, оставляйте заявку, с вами свяжутся, проведут собеседования. И мы вас ждем на практике. Это будет… Всем быть, мы ждем только тебя. Все, пока, увидимся на практике. Смотрите, мой комментарий по этому поводу. Во-первых, тут очень было много, ну, интересных фишек. Девчонки реально говорят суть. Очень много полезной информации, то, что мы говорим вам. Классно, что вы услышали это из женских уст. Смотрите, тесть, вот девчонка, которая была более молодая, она говорит стереотипами. Она так представляет себе жизнь. У нее еще практически ее не было, поэтому не надо с ней спорить. Мне еще нравилось очень сильно, какие они уверены, как они реагировали на вопросы, как они реагировали на перебивание Вовы, в отличие от мужчин, здоровых, сильных мужиков, которые, блядь, да что вы меня перебиваете? Они такие, блядь, сидят спокойно. Чего ты меня перебиваешь, раз ему там пнуло. Саня там тоже пытался огрызаться, как бы, ну, не очень хорошо, блядь, они сидят две телки, у вас тут целая куча мужиков, или там сидишь и что-то стебешь, 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 то есть тебе как бы тоже это было. Плюс это девчонки, которые ходят в Сибирь, они реально пользуются популярностью, я уверен, у мужиков с бабками, и они тебе говорят, что твои телки, в них проблема была, а не в тебе, мужик. Ты это запомни сейчас раз и навсегда и на всю жизнь, понимаешь? Она, потому что адекватная, мужик, все, да, а те, которые реагируют, но это и в них проблема, ей говорит, мужик, привет, она что-то застеснялась, в ней проблема, все, ты это запомнил? Красавчик. А, ну и смотрите, на свиданках, иногда на свиданках бывает такое, когда девочка лопочет там, ой, там кофе мне надо покупать, да не надо ее там, да ты что, офигела, как так, да, 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 По поводу бабок, мужик, ты зарабатываешь, кто это спрашивал? Ну и ты тоже, кто-то спрашивал, сколько надо зарабатывать, вот сколько тебе надо, столько и зарабатывай, понимаешь? Да, хороший ответ. Смотрите, ребят, давайте я свою ремарку вставлю, то есть неожиданный экспронт, вот, то есть хорошо, что девушки разных возрастов, да, то есть насчет того, что они уверены и не стесняются, ну, надо отдать должное, ну, это такая каста людей, понимаете, то есть там вот эти, которые тусуются в Сибири, Сибирь, это, ну, там, для тех, кто не знает, это один из там топово дорогих клубов Москвы, то есть если там не припаркован какой-нибудь фантом возле клуба, ну, значит, это хуйня, нищие вы собирались. То есть такое дорогое пафосное заведение во всех смыслах слова. То есть они туда идут целенаправленно для того, чтобы найти там ту целевую аудиторию, на которую они настроены. Миллион рублей, да. Да, в принципе, можно это осуждать, можно это не осуждать. У них ценности такие, да, то есть как бы, которые нам сейчас отовсюду и навеваются. Есть ли у тебя бабки, там, нет ли у тебя бабок. То есть они мужчин рассматривают, как бы, ну, с точки зрения финансового. Единственное, вот это вот постарше, она поумнее, она действительно, она говорит такие фундаментально правильные вещи. Да, что говорит, что делать должен мужик, и в принципе это нормально. Просто если, я считаю, это априори. Ну, да, мужчина создает вот это вот все, блядь, пространство для житья. Это, естественно, требует денег, усилий, там, мозга, блядь, всего, все, логично. Другой вопрос, что сейчас они, может быть, они или другие девушки, которых сейчас все больше и больше, они слишком уж прям нагло и открыто вот так вот, скажем, преподносят, что так, деньги есть, а нет. То есть, грубо говоря, ты создашь это пространство, а иди нахуй, да. То есть, как бы, если бы достойным чуваком, например, к которому я, она подошла, у которого куча бабок, да, был я, я эти бабки сам сделал, они мне достались тяжелым трудом, мне было бы, они просто не очень понимают, что иногда в лоб говорить это, ну, для них же неэффективно. То есть мне, как чуваку, было бы неприятно, я бы подумал, какого хрена вообще, тут как бы забыли, что я еще и, ну, вышивать могу, да, то есть я добрый и хороший, что сразу бабки-то, блядь, что сразу портить. Да, то есть здесь вот их немножко надо подкорректировать, хотя вот эта, которая постарше, я думаю, что там, когда она попадает в ту среду, где она вращает, она умеет это делать так, что это и не выглядит обидно, мол, ой, чувак, бабки есть там, тогда может быть. Вот это молодая. Ну, она молодая, понимаешь, да. Что? Да, они привыкли к этому. Да, и понимаешь, нет, она на это настроена, это ее фокус восприятия. Она мужчин вот таких видит. Она подошла к этому как предприниматель, понимаешь, прям четко. Она нарисовала для себя портрет этого чувака, кто он, где он тусуется, и она ходит, собственно говоря, ищет его там, где эта целевая аудитория, она таргетировала этот поиск, понимаешь. То есть все нормально, нормальный технический подход. По поводу сейчас вот молодой вот этой вот что? Кофе, не кофе, то есть, к сожалению, наверное, большинство, сейчас потом, Юра, твоя будет полностью тирана, то есть, к сожалению, большинство сейчас молодых девушек, они реально начинают мыслить так. То, что они говорят, пикап, это о том, как быстро присунуть, ничего не вложить. Мне не нравится, что они все время делают акцент, ничего не вложить, ничего не вложить. То есть они, понимаешь, они как бы вот, считают, что это. Тебя надо, да, поиметь деньги и так далее. То есть, ну, хороших отношений вряд ли у нее, наверное, с таким подходом получится построить там ее жизнь. То есть они свое говорят, вы свое говорите. То есть в заключении это всего лишь отдельный срез женщин. Они разные. У нас сегодня придут какие-то другие, я их не видел. Ну, в прошлый раз с кастинга я смотрел, там, возможно, какие-то студентки, возможно, какие-то еще девчонки, возможно, кто-то там с периферии приехавший. И у них, может быть, будет другое мнение. И поверьте, есть девки, которые скажут, ну, как бы, нет бабла, ну, пусть с ним, как бы, я считаю, женщина – это одно крыло, мужчина – это второе. Если я вижу, что он перспективный, если он, ну, там, нормальный и стремящийся, все нормально, как бы, не надо мне сейчас там миллионов и прочего. Вот такой у меня комментарий. Я не знал об этом, потому что если у организма украинцев он только развивается, то он и смотрит на что, тогда... Да, а вот эти все вещи он должен ухаживать, у меня сердце не открылось. Это понятно, что, ну, как бы, что они еще должны говорить? Зато по поводу вот перемещения на свидание, до свидания, до свидания. Это хороший, полезный контент, чуваки. Просто его нужно как-то подроскрыть. Оказывается, мы не пиздим. Надо притрануть через ее... Да, нет, потому что они-то не понимают, ну, для них все просто, да, то есть, как бы, позвал домой туса, ну, позвал туса, да. А для чуваков это очень сложно, поэтому мы каждый вот этот этап позвал домой, там, общение, она говорит, ну, идет общение, завязалось общение, да, потому что ей не надо об этом заботиться, потому что, как правило, мужчина сидит и думает, так, все говорит, о чем общаться, понимаешь? Вот сейчас я скажу сейчас. Поэтому они так поверхностно, это говорят, а наша задача вам, по сути, те же этапы здесь препарировать, развязать на какие-то вот прям маленькие шажки. Нет, нет, не так, абсолютно не так. Смотри, как было. Ей было, ей не было выгодно, ей было удобно. Что он уходит на свидание, заказывает, все прикольно, секс есть с другими. Просто комфортно, да. Что она от этого отказываться-то будет, правильно? Вот вам бы девушка сказала, давай куплю кофе, что ты будешь отказываться каждый раз, что ли? Ей просто комфортно так. И, кстати, по поводу выгодно тоже. Ей выгодно, как тебе сказать, не именно сколько ей денег дают, а как обеспечивают ее в целом жизнь. За ней ухаживают, заезжают, покупают там что-то. Она не считает, сколько он бабок на это потратил. Она общую картину смотрит. И ты эту картину можешь обеспечить ей гораздо меньшими средствами. Провести свидание с чаем, для нее так же это будет комфортно. И потом уйти и выебать ее. По поводу пикапера, просто стереотип. Тут бывает, да, возникает вопрос, должен ли мужчина платить на свидание. Идите нахуй, короче, просто тогда, ребят. Вы зачем эти деньги зарабатываете? Для того, чтобы тратить их на свою жизнь, а женщин часть вашей жизни. Ее понимание пикапера, это тот, кто пришел и хочет не купить ей чай, выебать ее и тогда. Конечно, она будет неуважительно относиться к такому мужчине, который, ну, сука, нано чай тысячи рублей, что ли, не может натянуть. Это стереотипа пикапера. Это совсем, да. Когда в свое время знакомство, вы сразу должны его разрушать горлом. Не привет классно выглядит, пойдем там чай. А горло, на шине, она не будет думать, что вы пикапер. Она привыкла к тому, что к ней, когда подходит, так или иначе, подходят два вида мужчин. Либо классические стандарты, как всегда было, давайте я угощу, подвезу, подержу, помогу. И это для нее нормально, потому что все мужики, кроме пикаперов, по сути дела, так и делают. Они сразу пытаются какие-то блага предложить, ну, вот взамен на ваше собственное расположение. А пикаперы, которых вот сейчас очень много, и все больше и больше вот эти, с этими шаблонами, со всей этой фигней. То есть я тоже вот этот процесс называю пикапом, но я сколько раз говорил, что я сюда немножко другой смысл вкладываю, что вы сами по себе стали охуенным чуваком, как бы. Ну, и плюс при этом не ебланили, научились взаимодействовать, понимая женскую психологию из серии, что не надо ей говорить, что поехали трахаться, а там поехали на тусу. Ну, вот эти элементарные вещи, понимаете. И то, что, конечно, это выглядит стрёмно, когда чувак подходит и там, слушай, сама заплатишь за чай, что-то еще. То есть вот поэт, они про таких пикаперов и говорят. Но при этом вы можете купить там чай, не знаю, накормить ее в ресторане, но вы все равно ее выебите, да, и потом еще поженитесь, если хотите, нарожайте детей и так далее. А есть типы вот, которые погоду за ней бегают, да, и потом слушают вот эти байки, ну, сердце не раскрыт. Да просто он ничего не делал, блядь. И возможно, что он такой, знаешь, слушай, коленочки утикли. Так, Юрий, что это такое, ты себе позволяешь? И все, и понимаешь, блядь. Она это могла сделать для того, чтобы сложить в себе ответственность, чтобы не показаться доступной, чтобы его проверить, потому что у них в ген заложено проверять чувака на предмет того, сильный он самец или нет. То есть преодолеет он вот эти мои барьеры или нет, чтобы потом, соответственно, родить потомство такое же, ну, не дебилов, как бы, блядь, а нормальных, сильных чуваков. А вот этот вот Юрий там не смог, сука, потому что он подумал, боже, я же сейчас ее потеряю. Саша, это твой, говорит, момент, который в очередной раз, самая распространенная херня. И в итоге ты ее теряешь, потому что ты можешь с ней сходить в кино, ты можешь за ней ухаживать, бегать год, но она уже говорит, видишь, мы уже потом общались как друзья. Она уже для себя внутренне решила, что хуй ему, а не секс, потому что у меня к нему интерес, как к самцу пропал. А что бы ей отказываться, ну, тем более, если она так вот коммерчески ориентирована, от того, что ты приходишь все время какие-то плюшки приносишь, красивые там какие-то действия совершаешь. Понимаешь? Да. Элеонора, как ты думаешь, она действительно верила, что у нее сердце не растет? Да нет, она вам говорит это, чуваки, сердце. Скорее всего, простыми словами, я думаю, это выглядело так. Ну, чувак просто не пытался меня трахнуть, и у меня пропал к нему окончательный интерес. Ну, зачем ей говорить в этом? Она же тогда подтвердит, что ей нужен секс, что она хотела, она ждала. Это женщина, понимаешь, это природная какая-то штука. Вы все хотите как-то переделать? Есть волк, еще раз, которого, если ты хочешь держать дома, ты все равно будешь обязан учитывать его природные, сука, физиологические особенности, что он может там обоссать диван, укусить тебя, если ты что-то там у него хлеб заберешь. Понимаешь? Тут то же самое. Мы вас как бы учим взаимодействовать с этим волком, но вы должны понимать, что все равно у него есть свои особенности, с которыми надо либо смириться, либо научиться их как-то обходить. Понимаешь? Но убрать их совсем не получится. Понимаешь? Это из серии, что все было классно, блядь, трогали, все, целовали, блядь, взяла съебалась. Да хрен его знает, почему. Я думаю, наверное, охуелять наших замок. Да. Да хочется. У меня комментарии по поводу платительной платительной платительной, я просто как-то, я когда приглашаю кого-то, ты делаешь пыль кальян в кино, в ресторан, в два года, я думаю, что, блядь, я тебя хочу просто сводить, себя заполечаю, себя, купить в себя этот кальян, а девочки, я делаю с тобой как приятный бог. Да. Это то же самое, что ты одел, ну и может быть это цинично звучит, что ты одел какой-то дорогущий костюм и пошел по городу, там, не знаю, гулять, кайфуй от себя, от хорошей погоды, от чего, то есть это такой антураж. Процесс от себя. Да. И они говорят о тех пикаперов, потому что там чуваки подбегают, вот эти там общажные, я их называю, да, блядь, они там, да, их учат каким-то манипуляциям, каким-то штукам, мы вам с каким-то манипуляциям здесь, блядь, учили, фишки какие-то давали, по-моему, как бы до минимума были сведены какие-то шаблоны, ребят. Вы сразу должны от них отказываться, понимаете? И те чуваки с помощью шаблонов, да, присовывают, а надо, ну классно, ну потрахались. Ну и что дальше-то? А дальше ничего. И тот чувак говорит, а я пошел следующую, следующую, следующую. 17-15 максимум должны быть здесь, потому что в 17-30 у нас придут тёлочки и будут также, ну запланированные тёлочки. Понимаете? А за поля нам сейчас надо много чего сделать. И сегодня надо нам вас ловить и дошлифовывать то, у кого что есть, то есть поднимать тот уровень, который есть. Кто сейчас уже прям понял, что ни хрена себе я сходил, я познакомился, я сходил в свидание, то есть и всё это произошло за какие-то там, кто-то даже потрахался, поцеловался. Кто понял, что это работает? Мне важно, чтобы вы понимали на себе, что система работает. Чё ты, ва-бан, загрустил? Не работает? Приснул женщине в туалете и разочаровался, короче. Я пушу жру. Блин. Да, Вова, вот это правильное, правильный настрой. Сидим, пиздим. Чувак, это круто. То есть вам важно сейчас заметить, на какой бы стадии вы ни были, что у вас есть двигатель, что эта система работает. Просто начать её ещё больше подкидывать туда в топку дроп, расширять, расширять и расширять. Давай, Ваня, коротко твои вопросы. Абстрагируйся от времени. Наслаждайся. Сегодня ты не будешь брать телефонов, Ваня. Не засекай. Нету. Ты должен кайфовать. Сколько времени нужно тебе, Ваня, чтобы поесть, когда ты сидишь, ты в отпуске на море или там где-то, ну, с друзьями на речке, ты чё такой, так, в отпуске, я ключевое слово подчёркиваю, то есть тебе не надо торопиться. Сколько времени нужно, чтобы с корешем сесть пообедать, не знаю, где-нибудь там с видом на море в Одессе? Понял. И процесс такой же должен быть, как будто ты с корешем обедаешь. Ну, получение удовольствия. Тебе надо начать искать в этом удовольствие.